Новые правила. Чем холоднее на улице, тем больше цифры в квитанциях. Это и нарушение ПДД водителям, это и дорожные условия, и, конечно же, количество транспорта. Почему на дорогах Югры все больше аварий пострадавших? В Нефтьюганске число ДТП возросло в три раза. Я вот с детства знаю русский язык, хоть я сам не русский, но я знаю хорошо русский язык. Учиться было хорошо, я сразу привык здесь. Русский, как иностранный. О том, как в Нефтьюганске обучают детей-мигрантов, плохо владеющих языком. Главной темой этой недели стала новая система расчета за отопление. Массовое негодование возникло после того, как нефтьюганцы нашли в своих почтовых ящиках свежие счета от управляющих компаний. Возмущение вызвали заметно возросшие суммы коммунальных платежей. Точнее, вопросы возникли в конкретной графе теплоснабжения. Шквал обращений поступает и к нам, в телерадиокомпанию, и, конечно, в управляющие организации. Также эта тема активно обсуждается в интернете. Новые правила расчета за отопление вступили в силу 1 сентября 2014 года. С этого момента все управляющие компании обязаны выставлять населению счета по фактическим показаниям общедомовых приборов учета. Соответственно, чем ниже температура наружного воздуха, тем выше потребление гигакалорий в доме и больше сумма в расчетках. Увеличение размера платы за жилищно-коммунальные услуги за январь повлияло только на низкую температуру воздуха в январе месяце. Мы специально, согласно официальных данных, провели анализ. Она ниже на 35% по сравнению с декабрем. Ни один тариф на сегодняшний день не изменился. Раньше общегородской норматив потребления тепловой энергии составлял 0,25 гигакалорий на метр квадратный. А в течение года мы платили равными долями. Теперь он меняется в зависимости от того, какая температура за окном и сколько тепла подается на дом. Я буду на примере своей квартиры рассказать. Допустим, в сентябре этот норматив у меня составлял 0,010. В октябре температура воздуха понизилась. Он составил 0,021. Вот у меня в декабре по моему дому, у меня дом большой, 0,036 составил норматив потребления. Тогда, как в январе, он составил 0,044. В деньгах у меня получилась оплата за отопление на 1200 рублей больше. Начало февраля относительно теплое, а значит и энергии многоквартирники подают меньше. Сейчас горожане могут взглянуть на расчетки за сентябрь, октябрь и примерно посчитать, сколько выйдет в апреле и мае. Фактически потребление тепла делится на всю площадь дома, выводится. Потребление тепла на метр квадратный. Соответственно, октябрь и сентябрь люди заплатили даже меньше, чем они оплачивали по нормативу и этого не заметили. Общедомовыми приборами учета сегодня оборудованы все многоквартирники нефтеюганска, кроме ветхих и аварийных домов. В деревяшках система расчета осталась прежней. Что касается узлов учета, они полностью компьютеризированы. Этот узел учета, он оснащен компьютерной флешкой, которая база данных находится в ресурсоснабжающей организации, это городские теплосети и водоканалы. Сколько вошло, сколько вышло, какая температура, какое давление, все это по минуту, по часовой, по суточному можно предоставить любому собственнику. У многих сейчас возникает еще один вопрос. Если общедомовые приборы учета установили, то почему нельзя поставить счетчики в квартирах, чтобы полностью контролировать свои расходы? Оказывается, техническая возможность есть только в некоторых новостройках. Установить можно при горизонтальной разводке. При вертикальной разводке, даже если вы счетчик поставите возле радиатора, у вас остаются транзитом стояки, которые проходят. Ситуацию индивидуально по каждой квартире готовы разъяснить в любой управляющей компании или расчетно-кассовом центре. Среди нефтеюганцев есть и протестующие, и понимающие. Некоторых радует тот факт, что летом во время отпусков не придется платить за теплоснабжение. Я доволен. Тепло есть, вода есть, свет есть. Чего тебе еще, какого рожда надо, да? Вот. Ну, дорожает. Ну, она и вся жизнь дорожает. Нам прибавляют пенсию, индексируют уже не на 7%, а на 11,4%. Немало нареканий от жителей города сегодня вызывает и еще одна графа в расчетках, а точнее две. Теперь горячее водоснабжение рассчитывается по двум компонентам – теплоноситель и теплоэнергия. Как разъяснили в расчетно-кассовом центре, это никак не повлияет на суммы в квитанции. Если вы возьмете декабрьскую платежку, возьмете свое индивидуальное потребление, либо если вы не оборудованы индивидуальным прибором учета, норматив, и умножите на, так скажем, расчетный действующий на тот момент тариф по горячему водоснабжению 116,77, вы получите, сложив эти две строчки в январе, вы получите цифру копеечку в копеечку. С 1 июля 2015 года будет очередное повышение тарифов. Холодная и горячая вода подорожают на 4 с небольшим рубля. А вот стоимость тепловой энергии увеличится более чем на сотню. Однако большую роль здесь как раз и сыграет новая схема расчета. Даже с учетом повышения цен коммунальщики прогнозируют экономию для собственников. Размер платежа за отопление в двух одинаковых по размеру квартирах может отличаться, если они находятся в разных домах. Чем постройка новее, тем лучше она сохраняет тепло, а значит и ваши расходы на тепловую энергию будут меньше. Дешевле обойдется отопление тем, у кого дом большой, потому что общие расходы распределяются на количество квартир. Еще один комментарий на эту животрепещущую тему в интервью недели. Существовала система, когда мы платили за тепло равными платежами в течение всего года. Многим было так удобно. Сейчас, когда по фактическому потреблению для людей малоимущих, достаточно, так скажем, весомая нагрузка на них финансовая упала. Ну и вообще, в принципе, никому не нравится платить, наверное, больше, чем было. Ради чего это все? Цель какова? Это энергосбережение, это исполнение 261-го федерального закона, которое предполагает, что все-таки мы будем относиться к своим ресурсам, экономить будем таким образом. Нам звонят многие жители и говорят, я всегда перекрываю батареи, у меня очень тепло дома, открываю форточки. И вот, в принципе, такие люди, они бы как раз смогли бы, наверное, экономить тепло, да, коли они постоянно живут с перекрытыми батареями. Но для этого должны быть какие-то внутриквартирные приборы учета. Есть ли такая возможность, им, как правило, говорят в ЖЭУ, что это невозможно технически, но только лишь в новостройках, может быть, возможно? Да, у вас правильная консультация со стороны управляющей компании на сегодняшний день, такая техническая возможность, только по новой застройке. Это 15-й микрорайон. Ну, нет, конечно, где сейчас новые дома вводятся в эксплуатацию, по старому жилому фонду и по не очень старому, такой технической возможности нет. То есть, в принципе, если дом хорошо сохраняет тепло, то у них должны быть вообще небольшие платежи, да, у этих людей? Анализ еще не проводили, потому что это недавно введена эта норма. Все еще зависит от соседей, потому что, извините, одни, допустим, пользуются запирающими устройствами, а другие, как мы говорим, топят улицу, открывают форточку и все. То есть, у него платеж все равно будет зависеть от его соседей, а не только от показателей его прибора учета? Раскидывать-то будут на всех? Конечно. Оно, естественно, будет и зависит и от своего, но общедомовые нужды никто не отменял, потому что батарея не будет греться, но они же будут греться за счет чего? За счет стояков. Это является общим имуществом. За счет соседей, если он не отключил. Если, допустим, отключили бы все повсеместно, естественно, тепла бы в квартире не было. Поэтому отсюда и возникают общедомовые нужды на потребление тепловой энергии. А нет ли сейчас опасений у управляющих компаний, что в связи с увеличившейся суммой коммунального платежа начнут возрастать долги? Есть опасения. Почему-то, получая услугу, у нас люди не торопятся за нее расплатиться. Они почему-то всегда считают, что почему я должна платить, что я получил. Я всегда говорю, вот в этой квитанции это труд стольких людей, механизмов, энергоресурсов. У нас управляющая компания сдерживает рост. Второй год не повышает тарифы на оплату содержания. При этом не пытается, а исполняет свои обязательства по минимальному перечню. Я знаю, что есть нарекания, допустим, по уборке подъезда. Но я всегда говорю, обращайтесь, пишите заявление, будем устранять. Потому что управляющая компания на сегодняшний день задача это качественно предоставить услугу. Повышение будет тариф на коммунальные услуги с 1 июля. Естественно, есть предельный индекс установленный, который тоже не должны превысить. Но даже этот предельный индекс на сегодняшний день, он ниже, чем уровень инфляции, который по итогам 2014 года составил 1,4%. Могут ли потребители, например, прийти в управляющую компанию и посмотреть какие-то графики? Какая была температура внешнего воздуха? Какой подавался теплоноситель? Ну и, соответственно, какие платежи за все это последовали? Да. Любой житель нашего города может подойти в управляющую компанию и письменно запросить информацию, сколько был выставлен счет, какой счет был выставлен управляющая компания по конкретному дому, какое было потребление. Потом обязательно для расчета необходима площадь, общая площадь многоквартирного дома. И, соответственно, если человек самостоятельно, он может произвести расчет. В течение какого времени должна управляющая компания предоставить вот такую информацию по запросу? Согласно новому действующему законодательству, это нужно составлять 10 дней. Ранее это было 20 дней. Посмотреть на показания вот этого общедомового прибора учета тоже потребитель имеет право? Конечно. Конечно. Это пишется в письменное заявление, комиссионно они выходят. И, пожалуйста, мы призываем граждан наоборот контролировать, смотреть наличие, показания прибора учета. Но у нас очень много активных граждан, потому что не только приборы учета смотрят. Допустим, смотрят, чтобы подавал не был затоплен. Потому что, допустим, мы знаем, если, допустим, вода течет, это у нас вообще домовые нужды возрастают по холодной воде или по горячей водоснабжению. Сейчас мы призываем на всех домах, согласно жилищного кодекса, формировать совет дома, который, в принципе, может, допустим, взаимодействовать с управляющей компанией, чтобы доводить для сведений уже всех жителей ту информацию, которую они получили по запросу, по своему запросу, либо любую информацию они могут, чтобы не ходить, допустим, толпой. А просто есть совет новикоквартирного дома, и они, допустим, пришли, поинтересовались. Также можно это на информационных стендах, можно собирать собрания. По какой формуле, Марина Ивановна, рассчитывается сумма платежа за теплоснабжение? Мы общие показания прибора учета на весь дом делим на общую площадь многоквартирного дома. Ну и потом, для того, чтобы вывести индивидуальное непотребление оплаты, мы умножаем на общую площадь своего жилого помещения. Мы все-таки надеемся, что по итогам года будет хорошая экономия, даже с учетом фактических показаний, потому что в летний период плата за отопление взыматься не будет однозначно. То есть вы хотите сказать, что за 2015 год в итоге мы заплатим меньше, чем за 2014? Я надеюсь. Я, конечно, за температуру ничего. За погоду ничего не могу говорить, но судя по анализу по предыдущим годам, еще раз говорю, именно по оборудованным приборам учета, так и получалось. В принципе, всегда был возврат. Трудности переезда. Нужно ли открывать для детей мигрантов отдельные классы? В столице округа обсудили проблемы обучения детей-переселенцев. По статистике, 20% мигрантов не знают русского языка, а половина из них не могут самостоятельно заполнить документы. Дети идут учиться в обычные классы, но многие не могут освоить школьную программу, поскольку плохо понимают учителя. Насколько этот вопрос актуален для Нефтьюганска и как в школах города решают эту проблему, об этом в следующем репортаже. В Нефтьюганске сегодня около 300 детей, у которых нет российского гражданства. И все они разговаривают на своих языках. Некоторые знают русский, но не очень хорошо, а иные даже не могут понять учителя на уроке. Эту проблему, которая во многих городах страны стоит весьма остро, успешно решают в седьмой школе. У нас так простроена работа, что любой урок, вне зависимости от наименования предмета, вообще начинается с пятиминутного чтения. Тем самым ребята начинают увеличивать скорость чтения, начинают понимать русский язык. На всех уроках проводятся вот эти лексические минутки, то есть какое-то слово и, соответственно, лексическое значение данного слова. Из 670 учеников этой школы только третий русскоговорящий. Большинству детей необходима дополнительная помощь. Здесь дают возможность получать бесплатные дополнительные часы по русскому, либо платные на индивидуальной основе. Особое внимание уделяется самым маленьким. Мы специально при школе открыли группы дошкольного образования. С пяти лет, то есть детки два года посещают наши группы дошкольного образования, мы их учим бытовому русскому языку, чтобы потом в первый класс они пошли, и уже не было этих проблем по адаптации. По мнению Елены Суровцевой, важно не только дать знание языка, но и ознакомить с русской культурой, научить мирно жить вместе, независимо от вероисповедания и национальности. Для этого школьников привлекают к работе над проектами, например, «Толерантность», «Искусство жить». Также в учебный план для ребят пятого и седьмого класса включен курс «Культура межличностных взаимодействий». За несколько лет удалось существенно снизить количество конфликтов. Достичь таких результатов помогло создание так называемой службы примирения. Поэтапно, осознавая и вычленяя долю вины и долю ответственности в данной ситуации, мы приходим к примирению. У нас еще нету случая такого, чтобы действительно ребята при службе примирения не пожали руку и не пришли к общему конструктивному решению. В школе номер семь действует музей мира, где собрано 18 экспозиций, представляющих культуру и традиции разных народов. Всего же в этих стенах обучаются представители 30 национальностей. Давуд Ганиев – местный экскурсовод, учится в девятом классе. Приехал в Невсюганск восемь лет назад. Судя по его словам, у него не возникло никаких сложностей с адаптацией. Я вот с детства знаю русский язык, хоть я сам не русский, но я знаю хорошо русский язык. Учиться было хорошо, я сразу привык здесь. Татьяна Мостовщикова считает, что в Невсюганске сейчас нет особого смысла создавать специальные классы для детей-мигрантов. Существующих площадок с наработанными механизмами обучения в 7-й и 14-й школах хватает. В основном дети мигрантов, вернее, семьи мигрантов, они проживают, как правило, в этих районах, прилегающих к школе номер 7 или к школе номер 14. Это первое. Поэтому здесь сконцентрированы, поэтому эти школы определены площадками. Поэтому создавая в других районах города такие классы, практически смысла нет. По словам руководителя департамента, впервые за долгое время в Невсюганске наблюдается ощутимый отток мигрантов. Нужно сказать, что в последнее время мы наблюдаем очень сильный отток. Ребят, родители которых не оформили гражданство, достаточно сказать, что в 7-й школе более 20 человек у нас за этот год уже выбыли. Стоит учесть, что цель подобного подхода к обучению – не заставить прежних детей отказаться от своей культуры и языка, а сделать так, чтобы они со своей уникальной идентичностью органично влились в российскую жизнь. Главная цель – помочь. На пульт единой диспетчерской службы сегодня поступило сообщение о снежных завалах, которые не только мешают видимости транспортных средств, но и стали угрозой для местных детей. Подробнее об этом в репортаже Марии Ореховой. Эта гора снега стала любимой забавой местной детворы. Мало того, что по технике безопасности дети здесь могут с легкостью получить травму, так еще и спуск ведет прямо на проезжую часть. В единую диспетчерскую службу поступила жалоба о данной проблеме. И благодаря системе «Безопасный город» сотрудники сразу же получили картинку о происходящем. С помощью этих экранов оперативно дежурная смена может мониторить общее состояние дорог города и в любой момент в режиме онлайн проверить достоверность поступающей информации по номеру 112. Такая система необходима, чтобы контролировать уборку снега, загруженность дорог, вовремя заметить отключение светофоров, чтобы быть в курсе и оперативно устранять проблемы. Также под постоянным видеонаблюдением находятся школы города, центральная библиотека и доходный дом в 11 микрорайоне. Если номер чистый, он высвечивается. Если он грязный, он не высвечивается. Ежедневно на телефон оперативной дежурной смены поступают сотни звонков от горожан. Это проблемы, связанные с коммунальными услугами, происшествиями или преступлениями. Звонки принимаются двумя способами. Автоматическим – это когда при звонке абонента сразу же переводят на интересующую его службу, будь то дежурной скорой помощи, полиции или по жилищно-коммунальному хозяйству. В ручном же режиме сотрудник сам набирает на параллельной линии номер службы и соединяет его с абонентом. То есть присутствие, да, запах дыма? Ага, секундочку, вот соединю с пожарной охраной. Уже услышите женский голос, говорите. Какие звонки именно поступают? У нас очень много звонков по линии скорой помощи и по линии полиции, то есть правонарушения. В основном в вечернее время нам поступают хулиганские действия в отношении людей, потом шум соседей, семейно-бытовые вот эти скандалы. Геннадий Муржинов в единой диспетчерской службе три года. До этого служил в правоохранительных органах. Будучи старшим оперативным дежурным, Геннадий уверен, в их работе главная оперативность. Случаются такие ситуации, когда люди нуждаются в немедленной помощи. Человек в алкогольном состоянии, идти не может, падает. У нас заборопорядочные граждане есть, звонят. Соответственно, по данному факту, если человек лежит в снегу, не может подняться и в первую очередь направляет туда бригаду скорой помощи. За неделю на телефон 112 поступает порядка пяти тысяч звонков. В данный момент Геннадий Муржинов звонит в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега в восьмой микрорайоне и сообщает о той самой горе, про которую мы рассказывали в начале репортажа. От проезжей части и как-то устранить вот это вот катание детей. Они же прямо на проезжую часть выкатываются. Выехав туда снова, мы обнаружили, что спецкоммунсервис уже отреагировал на жалобу. Мария Орехова, Евгений Трифилов, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Держи артериальное давление под контролем. Весь февраль медицинские работники «Югры» будут проводить ряд мероприятий для старожилов и учащихся образовательных учреждений. «Нефтьюганск» не стал исключением. Накануне в Центральной библиотеке прошел лекторий на жизненно важную тему. Если раньше считалось, что мужчины более подвержены этому заболеванию, то на сегодняшний день, к сожалению, к 65-70 годам абсолютно эти цифры сравниваются. Ханты-Мансийский автономный округ принимает участие в большой программе «Югра-Кор» по профилактике раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Предупреждать раннюю смертность и инвалидность призваны медицинские организации по всем городам. Школы здоровья в Нефтьюганске существуют с 95-го года. В списке мероприятий Центра медпрофилактики – лектории по сахарному диабету, бронхиальной астме, остеопорозу и артериальной гипертензии. Это общероссийская статистика. В возрасте примерно 40 лет до 13-15% населения страдают повышенным артериальным давлением. Чем старше возраст, тем выше цифры. То есть это очень значимый реальный фактор. Причем это фактор управляемый, что самое важное. То есть мы можем на него повлиять. Специалисты рекомендуют держать артериальное давление в рамках дозволенных 140 на 90. Если цифры зашкаливают, следует немедленно обратиться к врачу. Для профилактики неплохо отказаться от соли и животных жиров. Чаще бывает на свежем воздухе ходить и даже плавать. Запущенная гипертония, кроме всего прочего, ведет к инсультам и потере зрения. То есть это нам необходимо. И самое главное, что медицинские работники идут на встречу нам, учитывают наши предложения. Дай Бог всем здоровья. Им прежде всего мы будем прислушиваться. Теперь мы поняли, что профилактикой надо было бы заниматься раньше. Вот нам сегодня не только говорят, что делается в нашем организме при том или ином заболевании, а говорят и о профилактических мерах и о методах лечения. Это очень важно. В рамках лектория для всех присутствующих была организована дегустация фито-чаев компании «Фармация». Коктейли здоровья на основе натуральных компонентов, таких как рябина, черника, боярышник. С 1 по 28 февраля в медицинских организациях города пройдет еще ряд мероприятий, направленных на профилактику артериальной гипертонии и пропаганду здорового образа жизни. Елена Гайлиман, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Значительный рост аварийности зафиксирован в Югре в этом году. С начала года в округе произошло уже более 150 аварий, в которых 28 человек погибло и около 200 ранено. В Нефтьюганске за неполные полтора месяца зарегистрировано уже 11 дорожно-транспортных происшествий, тогда как в прошлом году за аналогичный период их было всего 4. Есть в этом году и погибшие. Двое. Последний случай с пострадавшим произошел только вчера. На объездной столкнулись две иномарки. Автомобиль Рено выехал на встречную полосу, где и врезался в Хонду, двигающуюся в обратном направлении. Водитель Рено в итоге с тяжелыми травмами попал в реанимацию. Но есть и хорошие новости. В нашем городе за этот период не произошло ни одного ДТП с участием детей. А вот в других муниципалитетах Югры ситуация в этом смысле очень тревожная. Округ на этой неделе организовал профилактическое мероприятие «Безопасность детей. Забота взрослых». В дошкольных учреждениях Нефтьюганска состоялся единый день обучения правилам дорожного движения. А после первой поликлиники прошла акция «Сохраните наше сердце». Каждому остановленному автовладельцу школьники дарили вырезанное из бумаги сердечко и желали безаварийной езды. Сегодня в Нефтьюганске зарегистрировано 57 тысяч единиц личного транспорта. Два года назад эта цифра была на 5 тысяч меньше. Протяженность же городских дорог остается прежней. О возможных причинах аварийной ситуации в нашем интервью. Ну вот такая тенденция, да, негативная, она в принципе в прошлом году уже прослеживалась. Количество ДТП с летальным исходом резко увеличилось, да, в прошлом году. Проводился ли вашей структурой какой-то анализ причин? С чем вообще это может быть связано? С тем, что у нас транспорта становится все больше и больше, и количество достигло какой-то уже критической отметки. Связано ли это может быть с тем, что много стало автошкол, и они выпускают каких-то недоучек, да, некачественное обучение? Может быть, дороги тоже виноваты, то, что не уделяется в последние годы им внимания? Ну, анализ ДТП проводится у нас ежедневно, еженедельно, так скажем, периода. Сравнивается с прошлым годом, выясняются, устанавливаются основные причины ДТП. Ну, я думаю, что если говорить уже о причинах роста такого, здесь все факторы в совокупности влияют на повышение аварийности в данный момент, это и нарушение ПТД водителями, это и дорожные условия, и, конечно же, количество транспорта, и протяженность дорог города Нефтемянска, который уже с трудом справляется с транспортом, который у нас прирастает с каждым годом, как служебный, так и личный транспорт. А вот из-за того, что сейчас очень много транспорта, очень много водителей, не стали ли водители чаще как-то пренебрегать действительно правилами дорожного движения? Все дорожно-транспортные происшествия у нас в этом году, в которых пострадали либо погибли люди, произошли по вине водителя. То есть, в первую очередь, конечно, это нарушение ПТД водителями. А есть ли данные, кто чаще попадает в дорожно-транспортные происшествия? Это новички, например, которые первый год за рулем, или которые первые три года? Или это уже не связано с малоопытностью водителей, уже все группы попадают в аварии? Статистика такая ведется. При дорожно-транспортном происшествии, конечно, сразу устанавливается стаж водительский, как виновника, так и второй стороны. Но я бы не сказал, что водители, имеющие небольшой опыт вождения, стаж вождения до двух лет, чаще попадают в дорожно-транспортное происшествие. То есть, нет такой тенденции, да, закономерности. Скажите, а в других городах округа тоже такой же рост аварийности наблюдается? Есть в некоторых городах нашего округа такие же проблемы, как у нас. А зафиксированы ли в этом году ДТП с участием пешеходов? Кто был виноват в этих происшествиях и в каком состоянии участники ДТП находятся? С участием пешеходов у нас в этом году произошло два дорожно-транспортного происшествия. Виновниками в данных происшествиях были водители транспортных средств. Один пешеход у нас получил телесные повреждения, и один пешеход, к сожалению, погиб. Сбили на пешеходных переходах нерегулируемых? Нерегулируемый пешеходный переход – это улица Сургутская. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь бороться с таким опасным явлением, как рост аварийности? Есть ли у вас какой-то план, уже какое-то свое видение? Будет ли только ваша структура с этим бороться? Или, может быть, будут вовлечены какие-то другие структуры в это? Ну, там та же самая исполнительная власть. Те же дорожные службы. Значит, на данный момент проведен анализ всех дорожно-транспортных происшествий, которые произошли у нас в текущем году. Значит, разработан и подписан план мероприятий по стабилизации дорожно-транспортной обстановки, мероприятия, которые рассчитаны до конца квартала, до 31 марта. Данные мероприятия предусматривают усиленную работу отдельной роты дорожно-патрульной службы на дорогах нашего города, так и иные мероприятия, которые будут проводиться отделением технического надзора, отдела ГИБДД, отделением дорнадзора по уборке дорог зимнему содержанию. Значит, отделение пропаганды будет готовить какие-то ролики, выступления на радио, телевидении, проводить беседы в автошколах и совместно также с отделением технического надзора беседы в крупных автопредприятиях с водительским составом о соблюдении правил дорожного движения, о более бдительном поведении на дорогах именно в зимнее время. Достаточно много ГИБДД проводит всевозможных профилактических мероприятий. Даже наша телекомпания постоянно снимает какие-то ваши рейды, операции, акции, флешмобы. Как вы считаете, есть ли эффект от подобных мероприятий? Может быть, вы действительно анализ какой-то проводили или просто по вашим ощущениям, наблюдениям? Есть ли эффект, если есть, почему он нестабилен, как вы считаете? Может быть, какую-то новую струю нужно вводить в профилактическую работу? Все акции, какие-то мероприятия, они направлены на определенную группу участников дорожного движения. Это либо водители, либо пешеходы, либо несовершеннолетние участники дорожного движения, дети. Поэтому, так скажем, мероприятия носят какой-то целенаправленный характер. Эффект, конечно, от них есть, но все мы понимаем, что он постоянным быть не может. И в связи с тем, что мы пытаемся обхватить в этих мероприятиях разные группы участников дорожного движения. Поэтому, значит, эффект, он коротковременный, так скажем. Ну, я думаю, что в последнее время наблюдается наше появление и на радио, и на телевидении, и в интернете. Присутствие постоянно стараемся. Мы подготавливаем какие-то репортажи, ролики, давать какие-то комментарии. Обращаемся к водителям, к пешеходам нашего города с просьбой соблюдать правила дорожного движения. То есть дело здесь уже за самими участниками дорожного движения. Спасибо. С криминальной хроникой минувшей недели вас познакомит Юлия Огрызкова и ее оперативная сводка. Здравствуйте. За прошедшую неделю в дежурную часть полиции поступило 327 сообщений. Зарегистрировано 15 преступлений. Все были раскрыты. Полицейский Нефтьюганска продолжает выявлять нарушения в сфере антиалкогольного законодательства. Так, за отчетный период сотрудниками полиции было проверено более 30 торговых точек. Из них три магазина осуществляли розничную продажу высокоградусной алкогольной продукции без лицензии. Еще в четырех магазинах выявлена спиртосодержащая продукция с признаками подделки акцизных марок. Всего за неделю в данной сфере выявлено более 20 нарушений, а также изъято около 350 литров спиртосодержащей продукции за незаконную реализацию. Полицейский Нефтьюганска напоминает о необходимости соблюдения бдительности и принятия максимальных мер по сохранности личного имущества. Не оставляйте ценные вещи в автотранспорте. Убъедительно рекомендуем оснастить ваш автомобиль системой сигнализации, а также не оставлять транспортное средство в темных и неосвещенных местах. В случае совершения в отношении вас и вашего имущества противоправных действий незамедлительно обращайтесь в полицию. Кроме того, по подозрению в совершении тяжкого преступления полицейскими разыскивается Нагибин Алексей Олегович, 1988 года рождения, который скрылся с места преступления. Был одет, джинсы синие, черная куртка с капюшоном, на котором имеется мех, ботинки черные. Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно сообщить в полицию. За информацию, способствующую задержанию подозреваемого, вознаграждение гарантируется. За отчетный период на улично-дорожной сети города зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4 человека. Полицейскими города составлено 1069 административных протоколов по линии ГИБДД, а также проведено 14 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасностью дорожного движения. А у меня на этом все. Будьте бдительны и всего вам доброго. Ничего важнее памяти. Городской музейный комплекс Усть-Балык на этой неделе отметил свое пятилетие. По этому случаю на пятачке собрались сотрудники комплекса и старожилы, которые внесли огромный вклад в пополнение музейных фондов. Подробности в сюжете. С чего начинаются города? С первого колышка, с первых палаток, с первых землянок. Так и начинался наш любимый город Нефтьюганск. Как говорит главный хранитель музейного комплекса Надежда Эскина, все началось с идеи и желания не дать прошлому уйти в небытие и остаться лишь в памяти старожилов. Когда мы увидели, что постепенно на улице Гагарина разрушаются старые дома, люди переезжают в более комфортное жилье, и потихонечку сама улица уже начала исчезать. Мы были озабочены тем, чтобы сохранить историческую часть нашего города, потому что все исторические документы где-то в книгах всегда написано, что на высокий берег Юганской оби высадился первый десант геологов и строителей. Музейный комплекс «Узьбалык» состоит из трех домиков. Первый – это жилой дом, в котором воссоздан интерьер 60-х годов. Во втором представлены личные вещи первооткрывателей. Все экспонаты либо были переданы в хранилище города самими старожилами, либо добыты собственными усилиями и долгими поисками сотрудников комплекса. Это назывались подворные обходы. Мы и сейчас этим тоже занимаемся, потому что именно так порой интересные вещи появляются. Свою личную вещь отдала на благо музейного комплекса и Евгения Белоусова. Это сувенирный самолет, который ей когда-то подарили за заслуги перед нефтеюганским аэрофлотом. Сегодня она частенько приходит сюда, чтобы посмотреть на новые интересные экспонаты и повидаться с уже близкими людьми. Вот сейчас приходишь сюда, все знают, все знают, все здороваются, все обнимаемся, все целуемся. Вот так мы живем. Очень хорошо. Сегодняшний праздник – это настоящее возвращение в прошлое. Гостям включали фильм «Разведчик». Его кадры напомнили старожилам о том, в каких условиях им тогда приходилось работать и жить. Мария Орехова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Бессмертный полк. Нефтеюганцы продолжают рассказывать о фронтовиках-победителях в эфире нашей телерадиокомпании. Сегодня вместе с нами к всероссийской акции присоединился Евгений Старцев. Его прадед командовал огневым взводом и за проявленное в боях мужество и отвагу был представлен к высокой награде. Мой прадед Рыбас Андрей Гаврилович у года Великой Отечественной войны служил в звании лейтенанта. Командовал огневым взводом горновьючного артиллерийского полка. Воевал в составе 4-го Украинского фронта. За мужество и отвагу Андрей Гаврилович был не раз представлен к наградам. Вот один эпизод из его военной биографии. 30 марта 1945 года в бою за деревню Рогов в Польше был ранен и выведен из строя командир батареи. Андрей Гаврилович взял командование батареей на себя. Выкатив орудие на прямую наводку, под минометным огнем противника корректировал огонь батареи. За умелое руководство взводом и батареей, за мужество и проявленную отвагу Андрей Гаврилович был представлен к награде ордену «Красное знамя». В семейном альбоме хранится фотография с войны. Эта фотография обогрена кровью моего прадеда. Я горжусь своим прадедом. На этом я с вами прощаюсь. Удачных выходных и до встречи в эфире на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok